Приветствую вас! Могут ли получившие прививку от коронавируса люди остаться бессимптомным носителем и заразить других? Вполне возможно, так как вакцинация не может формировать с такого серийного иммунитета, который сохраняется пожизненно. Кстати, 15 января министр здравоохранения РФ заявил, что медицинские маски следует носить даже после прививки от коронавируса. В Грузии коронавирус выявлен еще у 1236 человек и на 16 января общее число инфицированных в стране достигло 247025. Из них в 1916 скончались, суточный прирост 23, вылечились почти 94%. Напомню, что на прошлой неделе грузинский миллиардер Бедина Иванишвили заявил об уходе с поста председателя правящей партии «Грузинская мечта» и из публичной жизни в целом. Он свое имущество в Грузии начал переоформлять на имя благотворительного фонда «Карту». Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили придерживается версии о том, что якобы Иванишвили финансировал предвыборную кампанию Трампа и теперь пытается спасти от замораживания свои миллиарды, так как часть его активов находится в США. Кстати, американский департамент казначейства за одну ночь ввел санкции в отношении семи украинских политиков и бизнесменов за вмещательство внутриполитических процессов США и за действия в ущерб демократии. Возможно, Иванишвили принял решение об отставке после Карабахской войны, которая изменила ситуацию в регионе. Грузинский миллиардер не исключает, что он будет работать над созданием новой партии, которая заменит созданную им правящую партию. 16 января поклонники отмечают Всемирный день легендарной рок-группы «Питлз». Именно в этот день 1957 года в Ливерпуле открылся клуб, где Джон Леннон, Пол Маккартни и Джордж Харрисон начали свою музыкальную карьеру. Через несколько лет к ним присоединился Ринго Стар. Памятную эту дату ЮНЕСКО сделала в 2001 году. Желаю всем вам здоровья, счастья и удачи!